Саратовская областная дума Саратовская областная дума Речь мистер Россия и мисс Саратов Расскажут интригующие подробности Победы Сегодня, сразу после выпуска новостей С новосельем В Энгельсе несколько десятков Семей получили ключи от новых квартир По программе переселения Из аварийного жилья Какие прогнозы по ее завершению в регионе? Саратовская областная дума Шестого созыва провела первое заседание Напомню депутатов Региональный парламент Жители региона выбрали В единый день голосования 10 сентября Сегодня участники заседания Избрали председателя, глав комитетов Представителей областной думы В Совете Федерации Кто и за что теперь отвечает И какие задачи поставлены Перед законодательным собранием региона Расскажет Денис Титаренко Четыре партии 45 депутатов Новый спикер Новые комитеты Первое заседание Саратовской областной думы Почти как торжественная линейка в школе Аплодисменты, цветы и наставления Только не на год А на все пять лет нового созыва Времени на раскачку нет Поэтому работаем только на результат Состав Дубы серьезно обновился В ней впервые представлены Все парламентские партии При этом сложился баланс Между впервые избранными депутатами И их более опытными коллегами В этом я вижу гарантию преемственности Всего в региональный парламент Было избрано 45 депутатов 36 от партии Единой России 5 от КПРФ Два мандата получили представители ЛДПР Партия Справедливая России Один мандат Еще один мандат самого движения Много новых лиц И тех, кто впервые оказался в кресле депутата Поэтому каждому народному избраннику Раздали план посадки Кого как зовут и где кто сидит И инструкцию по работе с пультом для голосования Предполагаю, что самый молодой депутат Всех отзывов, которые были в областной думе Волнения, конечно, присутствуют некоторые Потому что первое заседание областной думы Предыборная кампания была достаточно активная И встречи избирателей нам сформировали ту поиску работы Которую мы будем стараться притворять жизнь на протяжении созыва Наравне с молодым 25-летним депутатом Дмитрием Пьяных В новом парламенте заняли место и опытные законодатели Ольга Алимова уже имела мандат и региональной думы Даже государственной Признается, что боялась входить в одну и ту же воду дважды Но сейчас настроена решительно на активную работу Мне бы очень хотелось, пометуя о том, что творилось на предыдущих думах Чтобы все-таки мы умели услышать друг друга и работать Потому что мы предоставили хорошую команду специалистов в разных отраслях И хотелось, чтобы быть услышанными И чтобы люди все-таки не говорили, что дума это ничто Она нигде ничего не решает А самое страшное, когда она говорит, что работает против народа В ходе первого заседания парламентарии решили все структурные вопросы В частности, были избраны председатели семи комитетов Работа которых охватывает все сферы жизни Также тайным голосованием был выбран спикер думы Им стал Иван Кузьмин, который ранее занимал пост зампреда правительства по социальным вопросам В своем выступлении Иван Георгиевич рассказал о новых подходах в работе депутатов Встреча с избирателями, встреча с теми, даже кто-то и не обязательно к этой партии относится Это не имеет значения Поэтому наша задача поставлена и стоит таким образом Чтобы все партии, которые прошли, консолидироваться И работать на одну, на жителей Саратовской области Также на первом заседании был выбран вице-спикер областной думы Им стала представитель партии КПРФ Ольга Алимова Затем парламентарии рекомендовали вновь направить в Совет Федерации от нашего региона Людмилу Бокову На первое заседание приехали депутаты Госдумы Которые пообещали плотное сотрудничество с региональным парламентом Губернатор Валерий Васильевич Радаев сегодня четко отметил и поставил задачу перед депутатами всех фракций В Саратовской областной думе работать консолидированно Для того, чтобы как можно скорее принять и рассмотреть бюджет Саратовской области Как можно быстрее и своевременно оказывать помощь жителям, избирателям Которые поддержали депутатов Саратовской областной думы В официальных планах новоизборного парламента все ближайшие дни расписаны Как работа над законопроектами Следующее заседание думы намечено на 25 октября Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов 24 Глава региона Валерий Радаев утвердил порядок государственного надзора За техническим состоянием аттракционов и их вспомогательных устройств Документ опубликован на портале региональной правовой информации Согласно тексту, целью надзора является предупреждение, выявление и пресечение нарушений Юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, правил эксплуатации аттракционов Осуществлять надзор будет Государственная инспекция Гостехнадзора области Напомним, в конце августа в городском парке Саратова завис в воздухе аттракцион Камикадзе Эти эксклюзивные кадры показал в эфире наш телеканал Саратов 24 На кадрах видно, как отдыхающие оказались заблокированы в кабинах И провисели вниз головой на высоте несколько минут По словам очевидцев, некоторым горожанам стало плохо Сюжет получил широкий резонанс Валерий Радаев на заседании правительства поручил надзорным ведомствам Выяснить, почему это произошло После этого в парке был проведен рейд В котором участвовали общественники, представители Ростехнадзора, прокуратуры и Роспотребнадзора Коллективный поход за правдой Участники долевого строительства дома, расположенного по адресу Уфимцева, 10В Называющие свою многоэтажку многострадальной Решили лично рассказать о своих проблемах ответственным чиновникам Для этого они пришли к зданию областного правительства По словам жителей, дом строить, который начали еще 10 лет назад, уже несколько месяцев не могут ввести в строй Причину этого активные горожане видят в нежелании председателя ЖСК Северной Виктории Зайцевой идти с ними на контакт Попытки с помощью письменных обращений обратить внимание различных структур и ведомств на свою ситуацию Как уверяют дольщики, тоже ни к чему не привели Поэтому на общем собрании они решили обратиться к представителям власти лично Дом практически готов Осталось там две проблемы Это нужно ускорить приемку по газу и по водоканалу Но эти вопросы уже на протяжении 6 месяцев никак не могут решиться Так как непосредственно нам председатель ЖСК Зайцева говорит одно, что она уже справки получила Что вот-вот на следующей неделе мы дом сдадим Но прошло уже больше 6 месяцев с того момента, когда она впервые сказала, что все документы собраны Но по сей день ничего нет Чиновники регионального правительства пообещали оказать консультативную и практическую помощь дольщикам Суфимцева 10В В частности, посодействовать в скорейшем решении вопросов с документацией, необходимой для ввода дома в эксплуатацию Перечисляли на содержание ремонт жилья, но не ответственной за это компанией В Марксе сходство в названиях двух организаций, обслуживающих на квартирные дома, привело к многомиллионной проблеме Отмечу, что корреспонденты Саратов-24 уже не раз делали критические материалы о некачественной работе некоторых управляющих компаний города Маркса Теперь ситуация дошла до уголовного дела Все подробности в сюжете Александра Блонского Каждый год банкротится управляющая компания И опять мы перешли с этой компанией в другую У нас там осталось 60 тысяч Ну вроде сейчас остановили банкротцы Но как с них выдрать эти деньги, мы не представляем Потому что они уже куда-то ушли эти деньги Очень характерный для жителей многоквартирных домов Маркса монолог Всего пять компаний действуют на рынке жилищно-коммунальных услуг в этом заволжском райцентре Но у всех прокуратура уже не раз находила основания для взысканий В том числе приостанавливались лицензии руководителей управляющих организаций Остроты с элементами абсурда добавляет сходство названий двух из этих компаний Хозяин и УК-хозяин И та, и другая еще несколько месяцев назад Также оказывались в поле зрения надзорного ведомства В Межрайонной прокуратуре была шла проверка управляющих компаний Хозяин и УК-хозяин В ходе которых было установлено, что управляющие компании Собираются денежные средства на содержание жилья более 80 квартирных домов А работы фактически не проводятся По данным фактам Межрайонной прокуратуры в порядке статьи 37 УПК Материал проверки был направлен в отдел внутренних дел по Марскому муниципальному району Для принятия соответствующих решений Процесс проверки дал промежуточный результат Оказалось, что один хозяин пытается выжить за счет другого С приставкой УК Неразбериха, создаваемая сходством титульных имен Позволяет нечистоплотным дельцам-управленцам удержаться на плаву И окучивать доверчивых дисциплинированных жителей Собирая весомые суммы с обитателей 26 многоквартирных домов При этом управляющая организация не имеет лицензии на право Осуществление предпринимательской деятельности Однако, пользуясь сходством по названию с лицензированной организацией Данная компания собирала денежные средства на содержание и ремонт жилья При этом работы фактически не выполняла Таким образом, общество причинило жителям обслуживания домов ущерб В размере более 2,5 млн. рублей По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело По пункту Б, часть 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации Это осуществление предпринимательской деятельности без лицензии Сопряженной с излечением дохода в особо крупном размере Для обычных жителей Маркса это означает, что жильцам двух десятков домов Скорее всего, придется снова переходить из одной управляющей организации в другую Рискуя в очередной раз поменять мыло на шило Чтобы, быть может, вновь оплачивать воздух и невыполняемые посулы Знатоки марксовских реалий говорят, что проблема имеет давние и глубокие корни И нездоровая специфика работы здешних бизнесменов от ЖКХ Складывалась под покровительством прежней администрации Глава которой, как известно, уголовной ответственности не избежал Однако, несмотря на это, искоренить корни зла за короткий срок будет трудно И не исключено, что будет заведено еще не одно уголовное дело Чтобы в деятельности управляющих компаний Маркса Стало преобладать предсказуемость и прозрачность На базе, в первую очередь, интересов жителей Александр Блонский, Аля Бирюков, Саратов, 24 Высокопоставленный сотрудник ГИБДД получил по лицу и попал в больницу По информации источников, близких к руководству Марксовского района Пострадал заместитель начальника районной госавтоинспекции в отставке Александр Абрамов от кулака местного депутата Дмитрия Обручева По имеющейся информации, полицейский даже был направлен на лечение в больницу А сам инцидент произошел на праздновании дня рождения заместителя начальника местного РОВД Наши журналисты сейчас разбираются в ситуации Насколько эта информация соответствует действительности И выясняют все детали и подробности случившегося Следите за новостями на нашем канале и на сайте saratov24.tv Напомню, это уже не первый за последние дни инцидент, в котором фигурирует депутат Недавно в СМИ прославился парламентарий Алексей Полянский, который подрался с дачниками После депутат пытался неубедительно оправдаться в эфире телеканала Saratov24 Впрочем, даже не извинившись перед жителями публично Также далеко не впервые под удар попадают сотрудники полиции Так, сегодня суд Балашовского района вынес приговор хулигану, избившему полицейского Пьяный мужчина матерился в местном клубе, чем нарушал общественный порядок Его попытался остановить сотрудник полиции, который находился в учреждении при исполнении служебных обязанностей В ответ житель Балашова ударил его кулаком в лицо Страж порядка попал на больничную койку Суд признал дебошира виновным и назначил наказание три года колонии общего режима А прямо сейчас о происшествиях, которые случились на территории региона за минувшие сутки Расскажет Станислав Жижин, он собрал ЧП в одну сводку и готов поделиться этой информацией с нами Приветствую, Анна, и начну с происшествий на дорогах в области В Ленинском районе Саратова в результате ДТП иномарку разорвало на две части По данным отдела пропаганды городской ГИБДД, в 6.40 утра на пересечении Московского шоссе и Песчаномедского тракта Столкнулись автомобили Шкода и Лада Гранта По предварительной версии виновником аварии является водитель иномарки, который нарушил правила маневрирования В результате ДТП пострадал водитель Гранты На фотографиях, представленных очевидцами, хорошо видны последствия столкновения Иностранный автомобиль разорвало пополам Точные обстоятельства аварии устанавливаются В Аткарском районе в ДТП пострадал ребенок Авария случилась на 185-м километре трассы Тамбов-Саратов Сообщает управление ГИБДД по Саратовской области По версии ведомства, 41-летний водитель Мазда ЦХ5 допустил наезд на 10-летнего мальчика Который ехал на велосипеде по правому краю проезжей части Не убедившись в безопасности маневра, ребенок стал пересекать дорогу В результате чего и произошло ДТП С травмами юного велосипедиста доставили в больницу На Вольском тракте произошло столкновение четырех автомобилей По предварительным данным водитель Ниссан, который двигался со стороны Вольска Не справился с управлением и врезался в припаркованные у дороги большегрузы Века На месте происшествия погибла супруга водителя Ниссан Ему самому оказали помощь сотрудники областной службы спасения От госпитализации он отказался Еще два автомобиля чудом избежали столкновения с Ниссан и фурой Успев вовремя затормозить, однако все же столкнулись друг с другом По счастливой случайности во второй аварии никто не пострадал Под Саратовом пять человек пострадали в тройном ДТП Ночью на Вольском тракте Лэндровер врезался в следовавший перед ним Лексус По предварительным данным водитель последней иномарки сбросил скорость Перед плохо освещенным извилистым участком дороги В результате чего другой шофер не успел занять нужную дистанцию И допустил столкновение Следом в оба автомобиля въехала Лада Гранта Травму различной степени тяжести получили три человека из отечественного автомобиля Среди которых оказался пенсионер, а также двое граждан из Лексус Врачи Центра медицины катастрофы доставили их в больницу И о пожарах в Энгельсе горели надворные постройки на улице Тамбовской Огонь охватил два сарая и баню на площади 22 квадратных метра В результате пожара пострадал мужчина 54-го года рождения С ожогами он был госпитализирован в больницу По предварительным данным пожар произошел в результате несоблюдения Правил эксплуатации электрического оборудования На тушение выезжали две единицы техники и 8 человек личного состава Всего за минувшие выходные пожарно-спасательные подразделения области Ликвидировали 11 возгораний Мы продолжаем следить за всем, что происходит в регионе Анна, тебе слово Спасибо, Стас Это был обзор происшествий, которые случились на территории региона за минувшие сутки Сегодня в Саратовскую область с официальным визитом прибыл заместитель министра строительства ЖКХ России Андрей Чибис В первую очередь он встретился с главой региона Валерием Радаевым И поздравил его с переизбранием на новый губернаторский срок Главной темой разговора с федеральным чиновником стала реализация программы по переселению из аварийного и ветхого жилья Несколько месяцев назад Андрей Чибис посещал стройплощадки в Энгельсе и Саратове И сейчас приятно удивлен скоростью возведения микрорайонов Те проблемные вопросы про селение Валерием Радаевым решаются Помните, несколько месяцев назад мы вместе с полпредом здесь были Смотрели на микрорайон, который должен был Вызывались, сомневались, откровенно скажу Но сейчас видим, что вы молодцы, все по плану Спасибо вам большое, во-первых, хочу сказать за поддержку Я помню, как у нас были сложности, как у территории Но мы бы не расселили просто эти 20 тысяч человек жителей Саратовской области И у нас этот ком бы нарастал А при вашей поддержке нам удалось исполнить Затем, после официальной встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Андрей Чибис отправился в Энгельс, где проходила торжественная церемония Вручения ключей переселенцам из аварийного жилья Микрорайон химиков был построен в кратчайшие сроки за 7 месяцев В нем будут проживать 3,5 тысячи человек С счастливыми обладателями долгожданных квадратных метров Пообщался Станислав Жижин Нового четвероногого друга, как и свою квартиру, семья Кожиных обрела недавно Все вместе они сразу почувствовали теплую энергетику своего жилья Увидев вживую свои квадратные метры, Сергей и Ольга сразу же решили Их дом, их крепость Старую квартиру, в которой пришлось прожить много лет с маленькими детьми, вспоминают неохотно Мы жили до этого двухкомнатный жадковский дом В дом на улице, вода холодная только В доме, маленький домик, щитовой Три года ждали, когда позвонят, вызовут нас Ждали долго и даже признаются, сомневались, что этот день наступит Но ключи от новой двушки вместе с такими же покровчанами, живущими в ветхом жилье, Сергей и Ольга, все же получили Впрочем, до последнего в это не верили даже федеральные чиновники В рекордные сроки, я уже говорил об этом, что когда мы были в марте месяце вместе с полпредом президента Такое у нас было недоверие, что этот микрорайон можно построить в установленный срок Коллеги с этим справились, мы благодарны Валерию Васильевичу, благодарны всей команде, что не подвели О сложностях, которые возникали на всех этапах реализации программы сегодня не вспоминают Чтобы не портить праздник очередным счастливым новоселам Ключи от своей квартиры сегодня получили 48 семей Ожидание светлого и теплого жилья для них сегодня закончилось Но своего праздника ждут и другие будущие новоселы, отметил глава региона А значит расслабляться власти пока рано Контроль мы с первого дня будем осуществлять до последнего человека, который въедет в свои квартиры Важно, чтобы те люди, которые ожидали все это, кто-то 30, кто-то 20, кто-то более лет Они вошли сюда и, наверное, получили ту теплоту и те ожидания были оправданы Все дома, предназначенные для переселения жителей, построены, отметил глава региона Теперь уже вопрос не столько технический, сколько формальный Оставшимся новоселам нужно лишь получить ключи и обжить свое новое жилье, свой новый двор и свой микрорайон Станислав Жижин, Олег Бирюков, Саратов-24 Саратовская область становится все более привлекательной для туристов За последние пять лет число тех, кто предпочел отдых и экскурсии в нашем регионе, выросло более чем в два раза Об этом заявила руководитель регионального туристического информационного центра Ирина Арчакова во время пресс-конференции в саратовской редакции КП По ряду туристических направлений Саратовская область даже лидирует Так, Хвалынский горнолыжный курорт вошел в топ-10 популярных курортов в новогодние дни наряду с Красной Поляной, Архизом и Домбаем Он занял пятое место в этом рейтинге А Национальный парк Хвалынский вошел в десятку природных парков России Минувшим летом число туристов возросло в два раза по сравнению с этим же периодом прошлого года Наиболее популярные места у приезжих были туристические базы Саратовской области Самые красивые люди Саратовой страны ослепили студию программы «Прямая речь» Мистер России 2017 рассказал в эфире, на что ему пришлось пойти, чтобы завоевать этот титул Помимо аналога конкурса бикини в мужском конкурсе красоты, есть свои интриги Теперь Василий Пасечник подсчитывает обновленное число подписчиц в Инстаграме Спутница мистера России, мисс Саратов, тоже собирается увеличить число поклонников Быть может, в этом поможет неожиданный экзамен от корреспондентов телекомпании «Саратов-24» Все подробности сегодня, сразу после выпуска новостей А прямо сейчас мы расскажем вам о курсе валют от Газнефтьбанка Курс валют представляет АО «Газнефтьбанк» Покупка евро сегодня в Газнефтьбанке 69 рублей 40 копеек Продажа 70 рублей 50 копеек Доллар Газнефтьбанк покупает за 57 рублей 60 копеек Продает за 58 рублей 70 копеек Курс валют действует на данное время В течение дня курс может изменяться Телефон в Саратове 34 00 41 На этом у меня все, с вами была Анна Макарова А информационный час на телеканале «Саратов-24» не заканчивается Эфир продолжит программа «Прямая речь» Гостями которой сегодня станут самые красивые люди Саратова и страны Ведущая программы Мария Смирнова сейчас у нас в студии Мария, здравствуй Скажи, пожалуйста, гости твоей программы раскрыли какие-нибудь секреты красоты? Анна, приветствую Знаешь, я поинтересовалась у мистера России Как же выглядит полочка в ванной комнате у мужчин-красавцев Кроме того, выяснила, на что он пошел Для того, чтобы завоевать свой титул И также провела неожиданный экзамен Для наших конкурсантов Для мистера России и для мисс Саратов Смотрите сегодня в программе «Прямая речь» Спасибо, Мария, за анонс Не переключайтесь Спасибо, Мария, за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо, Мария, за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому